Продолжение следует... И слова нашего Господа в притчах. И снова я повторяюсь о правиле, которое написано в Матфея 15, 11 и 12, что в каждой притче есть секрет Божьего Царства. И есть люди, которые нуждаются, чтобы понять его. И есть люди, которые... Ну, запрещено, чтобы они понимали. Это не для всех. И вот я начитаю сначала 13 главы Евангелия от Матфея. «Выйдя же в день тут из дома, Ишуа сел у моря. И собрались к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел. А весь народ стоял на берегу. И получал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеять и сеять. И когда он сел, Иной упала при дороге, И налетели птицы, И поклевали то. Иной упала на места каменистые, Где немного было земли. И скоро взошло, Потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, Увяло, И как не имело корня, Засохло. Иной напала в тернии, И выросла терния, И заглушила его. Иной упала на добрую землю, И принесло плод. Одно в сто крат, Другое в шестьдесят, Иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, Да слышит. Это притча. Ешуа прочитал это. И когда он сидел на... Он вышел из дома, Вышел в село моря. И с большим народом, Многими людьми, Он рассказывает притчу О сеятеле и семинах. И он начинает Объяснять эту притчу Ученикам. Но прежде чем мы войдем В это объяснение, Я хочу вытащить нас Из беседы Ешуа И говорить немножко О иудаизме В эпохе второго храма И разницы между Иудаизмом и миром Эллинизмом Пришли эллинисты Там есть хорошие вещи Плохие Черное, белое Есть хорошие люди И... Люди... Нет Есть люди веселые И радостные И грустные Но в... В иудаизме Людей не делят На плохое и хорошее Но жизненный взгляд Более реальный Разделили на четыре На хорошее Плохое И две серединные Которые немножко хорошие Немножко плохие С двух сторон То, что называется В дележке Какой-то мост Во всякой университете И используют Дугу Такую радугу Колокол Представьте себе Кривую Гауссу Которая В основном люди Они посредине Но есть крайности Как колокол Левые Правые Крайности Они их всегда меньше С разных С двух сторон Так же Человечество И так же Вера и верующие Делятся Так же На четыре И знаменитая Вещь Которую мы должны знать Из пасхальной Годы Четыре Сына О которых Говорит Тора Сын злодей Он плохой Он говорит Что Вам Вот это Все служение Вам Но не мне Есть сын Мудрый Который Понимает И знает И может Объяснить Простодушный Который Не очень-то Понимает Но он хороший Парень В целом И он Старается И он хочет И если он Тебя спросит Ты должен Дать ему ответ Он Такой Простодушный Надо его Научить И один Который Даже не знает Что спрашивать Они вообще Ничего не понимают Мне Врите Говорят Да Непереводимо Ты Ему Открой Твоя Ответственность Объяснить И ты Ответственный В том Чтобы Объяснить Ему Книгу Почему Мы празднуем Песах И там О четырех Сынах Беседовала Тора Есть Да Мудрец Есть Злодей И есть Это Крайности И есть Средненькие Которые Не знаю Что спросить Простой Который Все делает И для нас Нужно Подумать О людях Которые Вокруг Нас Не В крайностях Злодеи И Благочестивые Но Тех Которые Среднички Среднички Они Хотят Быть Хорошими Но Им Очень Тяжело Они Не Могут Есть Слишком Много Давления Которые Закрывают Свет Солнце Они Не Могут Расти Есть Такие Которые Хотят Расти И Начинают Расти Но Есть Камни Под Камнем И Солнце Не Может Их Обогреть И Сосветить И Солнце Приходит И Сжигает И Они Неплохие Люди Они Средненькие И Истина В том Что Большинство Из Нас Середнячки Большинство Людей В наших Общинах Одны Середнячки Большинство Лидеров Общин Середнячки Никто Из Нас Он Не Оконченный Праведник И Никто Из Нас Не Злодей Законченный И Поэтому Важно Понимать Вот Этот Фон Что И Шо Что Еще Так же Делит Людей На Четверых И Не На Два Их На Две Крайности Это Не Законченный Злодей И Не Законченный Праведник Но Между Праведниками Те Которые На Хорошей Почве Есть Те Которые Дают Сто Плодов Есть Шестьдесят Есть Тридцать И Все На Тоже Самой Хорошей Почве И Когда Мы Думаем О Небесном Царстве Мы Должны Думать Об Вот Этих Пропорциях Если Мы Требуем От Они Не Будут Если Мы Хотим Думать Что Праведники Они Такие Сто Процентно Это Тоже Не Всегда Встретите Это Очень Потрясает Что Кто То Дает Сто Процентов Но Также Тридцать Процентов Это Тоже Хорошо И Шестьдесят Процентов Это Неплохо Но И Вторая Сторона Злодей Мы Не Можем Думать Что Злодей Он Оконченный Злодей Даже Среди Злодеев Можно Понять Обстоятельства Не Оправдывать Эти Обстоятельства Но Понимать Эти Обстоятельства И Вот Ешо Дает Эту Причу Он Сеет Или Который Хочет Посеять И Когда Он Сеет Он Не Был Швейцарцем Если Был Швейцарец Он Был Каждое Семечко Дел Дырку В Хорошей Земле И Вставлял Был Туда Зерк И Ходил Был Рассып Направо И Налево И Так Он Не Мог Завершить Ни Одного Гектара У Недостаточно Еды Кушать Если Был Швейцарцем Он Должен Был Заниматься Бизнесом В банках Чтобы Добавлять И Мы Здесь На Ближнем Востоке Мы Здесь У Нас Есть Большая Щетка Грабли Мы Не Сеем Одно Семечко Каждое Отдельно Но Мы Достаем Горсть Из Мешка И Щедро Рассыпаем Туда Куда Семя Упадет Это Более Мудро Чем То Что Работать Как Швейцарцы Каждый В свое Точное Место Но Мы Должны Рассчитывать Что В Небесном Царстве Семя Может Упасть На Хорошую Землю Но Может Также Может Быть На Среди Сорняков Что Не Может На Каменистую Почву Где Не Может Пустить Корни И Даже Тропинка Который Утрамбован И Не Может Семя Глубоко Зайти Придут Птицы Придет Враг И Съест Семя Он Не Вырастет Вообще Да Когда Я думаю Об этой Притче В Связи С Небесным Царством Что Ешуа Пытается Нам Сказать О Ком Он Говорит 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 Леон О Семени Говорит Леон О Почве Или Он Говорит О Сеятеле И Мне Кажется Это Притча О Сеятеле А Не О Почве Это Ясное Дело Что Если Ты Идешь Сеять Возле Особенно Такие Палестинские Специально Приготовленные Почвы Где Сделаны Каждый Кусочек Семьли Приготовленные Террасы Одно На Другой В горах Иудеи Самарии Тем же Самым Способом Тем же Самым Образом Он Не Говорит О Семени Семя Пассивна Он Не Говорит О Земле Земля Пассивная Он Говорит О Сеятеле Сеятель Должен Рассчитывать Куда Он Сеет И Быть Готовым Принять Реальность В Которой Он Живет Запомните Что Говорится Здесь О Притче Которые Говорят О Политике О Небесном Царстве Мы Здесь Говорим Мы Говорим Говорим О Правилах Вязания У Какой-то Бабушки Мы Говорим О Политике О Царстве Царстве У Которого Есть Царь У Него Есть Политическая Кредо У Него Есть Желание Владычествовать У Него Есть Желание Давать Плоды У Него Есть Желание Дать Сто Крат Урожая От Каждого Семечки Но Нужно Рассчитывать Что если он Не будет Сеять Из Страха Что Придут Птицы И Съедят То Семя Которое Упало На землю Что Если Там Много Камней Из-за Того Что Солнце Их Сожжет Если Это Упадет Посреди Сорняков И Это Все Задушит Другие Сорняки Так Такой Сеятель Никогда Не Будет Сеять Когда Он Будет Сеять Он Должен Рассчитывать Что Все Эти Возможности Открыты Ради Четверти 25% Которые Упадут На Хорошую Почву И Дадут Кто-то 30 Кто-то 60 Кто-то 100 В Раз Стоит Сеять И Стоит Взять Риск Что Часть Семян Упадут На Некачественную Почву Которую В конце Которую Не даст Причин Из одной Второй Другой Третьей Причины Если Мы Переводим Это Для Людей Не Для Земель Или Семян И Это Пункт В том Который Говорит Ишуа Мы Должны Рассчитывать Что Не Каждый Человек Похож На Другого И У Людей Есть Свои Обстоятельства Жизни Свои Сорняки Свои Булыжники Под Поверхностью Которых Не Видно Извне Но Человек Который Старается Расти Среди Этих Булыжников Нам Нельзя Осуждать Кому Мы Будем Сеять Но Сеять Всегда Щедрой Рукой И Обещать Тем Что Тот Кто Будет Расти Часть Упадет На Хорошую Почву И Часть Даст Сотню Процентов 30 И 60 И Тот Кто Придет Добро Пожаловать Чтоб Бог Благословил Нас В Учении В Словах Ишуа Мессии Дорогие Друзья Шалом Мы Рады Приветствовать Вас На Нашем Веб Сайте Оазис Медиа В 2013 Году В Январе Мы Запустили Этот Проект И Наше Желание Было Выставлять Максимальное Количество Мессианских Видеоматериалов Чтобы Интересующиеся Могли Понять Рассмотреть И Выучить Какие-то Аспекты Библии С Еврейской Позиции Уверен Что Это Помогает Вам В Вашей Вере Чтобы Становиться И Возрастать И Понимать Писание Намного Больше Вместе С этим Я хочу Напомнить Вам Что Этот Волонтерный Добровольный Проект Мы ведем Выкладываясь Полностью И Лучшие Люди Работают Над Ним Это Стоит Нам Денег Я Не Очень Люблю Просить Но В данном Случа Обращаюсь К Вам С Просьбой Если Господь Располагает Вас Ни В коем Случа Вы Ничего Не Обязаны И Вы Все Таки Захотите Пожертвовать 2 5 3 Доллара Сколько Захотите То При множестве Это Усилит Наши Возможности Переводить Материалы С иврита Давать Вам Видеть Большее Количество Учений И Я уверен Что Это Будет Благословение И для Вас И для Нас Мы Создали Такую Возможность Если Вы Нажмете Вот На Эту Кнопку Донейт Пожертвовать И Войдете В Нее То Там Будет Возможность Через Paypal Систему Сделать Небольшое Пожертвование Это Будет Благословением Уверен Для Нас Уверен Для Вас Пусть Бог Благословит Вас Спасибо Что Вы Оазис Медиа И Медлоги Медиа Благословим £ Озис П В Т М П Ов У У Благословим У